Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш урок посвящен дисперсным и коллоидным системам. Давайте разберемся, что же такое дисперсные системы. Дисперсные называют систему, состоящую из дисперсной фазы, совокупности раздробленных частиц и непрерывной дисперсионной среды, в которой во взвешенном состоянии находятся эти частицы. Условия получения дисперсных систем это взаимная их нерастворимость диспергируемого вещества и дисперсной фазы. Перед вами различные дисперсные системы, вы их хорошо знаете. Особенностью дисперсных систем является то, что одна из фаз должна быть обязательно раздробленной. Ее называют дисперсной фазой. Сплошная среда, в которой распределены частицы дисперсной фазы, называется дисперсионной средой. Классификация дисперсных систем. Дисперсные системы делятся на взвеси, которые в свою очередь подразделяются на эмульсии, суспензии и аэрозоли, и коллоидные системы золи и гели. Дисперсная система – это система, в которой между дисперсной фазой и дисперсионной средой нет поверхности раздела. К таким системам принадлежат истинные растворы. Размеры молекул ионов здесь меньше, чем 1 на 10 в минус 9 метра. Такие системы термодинамически устойчивы и понятия дисперсности к ним не относятся. Дисперсные системы можно разделить на группы по размерам частиц дисперсной фазы. Грубодисперсные – сахар-песок, грунты, туман, капли дождя, вулканический пепел и магма. Среднедисперсные – эритроциты крови, кишечная палочка. Дисперсные системы бывают также наноразмерными, то есть это, например, молекула гликогена, тонкие поры угля, золи металлов, полученные в присутствии молекул органических веществ, ограничивающих рост частиц, углеродные нанотрубки, магнитные нанониты из железа и никеля. К дисперсным системам относятся взвеси, в которых размер частиц фазы более 100 нанометров. Это непрозрачные системы, отдельные частицы которых можно заметить невооруженным глазом. Дисперсная фаза и дисперсионная среда здесь легко разделяются отстаиванием. Эмульсии – это дисперсная фаза и дисперсионная среда в этом случае нерастворимы друг в друге. Например, молоко, лимфа, водоэмульсионные краски. Перед вами различные дисперсные системы. Посмотрите и определите, относятся они к суспензиям, эмульсиям. Эмульсии – это системы, в которых и среда, и фаза нерастворимы в друг друге. Из воды и масла можно приготовить эмульсию, длительным встряхиванием смеси. Это хорошо известное вам молоко, лимфа, водоэмульсионная краска. К дисперсным системам также относятся аэрозоли, взвеси газа в газе, например, в воздухе, мелкие частицы жидкости или твердых веществ. Различаются они на пыли, дымы, туманы. Первые два вида аэрозолей представляют собой взвеси твердых частиц в газе, более крупные частицы в пылях. Последние – взвесь капелек жидкости в газе, например, туман, грозовые тучи, взвесь в воздухе капелек воды, а дым – мелких твердых частиц. А смог, висящий над крупнейшими городами мира, также аэрозоль с твердой и жидкой дисперсной фазой. К коллоидным относятся системы, в которых размер частиц фазы от 100 до 1 нанометра. Эти частицы не видны невооруженным глазом, и дисперсная фаза, и дисперсная среда в таких системах отстаиванием разделяется с трудом. Колоидные системы делят на две группы – колодные растворы или золи, и гели или студни. Разберемся с золями. Это большое количество жидкостей, например, цитоплазма, ядерный сок, кариоплазма, содержимое органоидов, эвакуорий и живого организма в целом – кровь, лимфо-тканевая жидкость, пищеварительные соки. Такие системы образуют клей, крахмал, белки и некоторые полимеры. Вот перед вами в промышленности пример золей и гелий. К гелям или студням относят студенистые осадки, образующиеся при коагуляции золей. К ним относят большое количество полимерных гелий. Столь хорошо известные вам кондитерские и косметические медицинские гели – желатин, холодец, мармелад, торт птичье молоко и, конечно же, бесконечное множество природных гелий – минералы, тела, медуз, хрящи, сухожилия, волосы, мышечная и нервная ткани. Разберемся со строением коллоидных частиц. Перед вами мицелла. Это отдельная частица дисперсной системы золя, то есть высокодисперсной коллоидной системы с жидкой дисперсионной средой. Мицелла состоит из ядра кристаллической либо аморфной структуры и поверхностного слоя, включающего сальватно связанные молекулы окружающей жидкости. Рассмотрим строение коллоидной мицеллы на примере гидрозоля иодида серебра, получаемого взаимодействием разбавленных растворов нитрата серебра и иодида калия. При проведении этой реакции образуется нерастворимый осадок иодида серебра, который составляет ядро мицеллы. Ацепционный слой противоионов, окружающих данное ядро, это ионы йода. В диффузионном слое противоионов находятся ионы калия. Ядро – это твердая частица, состоящая из сгустка молекул вещества. На поверхности ее двойной электрический слой ионов. Внутренний потенциалообразующий слой неподвижных ионов, прочно связанных с ядром, и внешний компенсирующий слой ионов противоположного знака заряда. Ядро с потенциалоопределяющим слоем ионов – гранула. Гранула и слой компенсирующего иона – это частица. Часть ионов компенсирующего слоя неподвижна, так как прочно связана с внутренним слоем ионов. Неподвижный слой ионов, часть подвижна и образует внешний или диффузный слой с ионами, способными к реакциям обмена. Адсорбционный слой вместе с агрегатом составляет гранулу или частицу. Гранула заряжена, ее заряд определяется знаком и величиной заряда потенциала определяющих ионов. Часть противоионов, не вошедших в адсорбционный слой, образует диффузный слой. Гранула и диффузный слой составляют мицеллу. Мицелла таким образом электронейтральна. Вот перед вами краткая запись формулы мицеллы. Едида серебра в едиде калия. Как вы видите, агрегатом является осадок едида серебра. В ядро входит сам агрегат и противоионы. В адсорбционный слой входят ионы калия. Все это вместе составляют гранулу. И гранула сверху покрыта диффузонным слоем ионов калия. Все вместе составляет мицеллу. Давайте рассмотрим схему строения коллоидной мицеллы золя. Посмотрите, при избытке раствора едидокалия в диффузном слое оказываются ионы калия. При избытке же нитрата серебра в диффузном слое оказываются ионы нитрата серебра. Посмотрите на эти две частицы, представляющие мицеллу. Даны записи данных мицелл. Вам нужно определить ядро в данных мицеллах, агрегат, гранулу и записать, какие ионы входят в состав самой мицеллы. Строение мицеллы может быть рассмотрено лишь в первом приближении, так как она не имеет определенного состава. В настоящее время нет возможности учесть влияние настроения мицеллы всех процессов, обусловленных сложным ионномолекулярным взаимодействием на поверхности раздела двухфаз в растворе. Давайте ознакомимся со свойствами коллоидных растворов. Первое – это их способность пропускать свет. Коллоидные растворы можно распознать, если осветить их фонарем сбоку. Они окажутся мутными. Мелкие частицы, входящие в состав коллоидного раствора, становятся видимыми, так как рассеивают свет. Этот эффект называется эффект тиндаля. Размеры и форму каждой частицы определить нельзя, но все они в целом дадут возможность проследить путь света. Эффект тиндаля – это оптический эффект, рассеяние света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду. Обычно он наблюдается в виде светящегося конуса, конус тиндаля, видимого на темном фоне. Характерен для растворов коллоидных систем, например, золей, растворов, металлов, разбавленных латексов, табачного дыма, в которых частицы и окружающая их среда различаются по показателю преломления. На эффекте тиндаля основан ряд оптических методов коллоидных частиц. Эффект тиндаля назван по имени открывшего его Джона Тиндаля. Схематический процесс рассеяния света выглядит так. Сегодня мы с вами познакомимся еще и с некоторыми опытами для подтверждения эффекта тиндаля. Для наших опытов понадобятся прозрачные емкости, стеклянные цилиндры, стаканы, колбы или просто прозрачные стеклянные банки и лампа, дающие направленный пучок света, софит или настольная лампа или фотографический фонарь. В емкость наливаем коллоидный раствор, приготовленный смешиванием, яичного белька с водой или силикатного клея или крахмального клейстера с водой. Итого готовим три раствора. Осветим емкости с коллоидными растворами лампой-софитом сбоку или снизу и будем наблюдать рассеивание света. Следующее свойство коллоидных растворов это коагуляция. Явление слепания коллоидных частиц и выпадения их в осадок наблюдается при нейтрализации зарядов этих частиц, когда в коллоидный раствор добавляют электролит. При этом раствор превращается в суспензию или гель. Некоторые органические коллоиды коагулируют при нагревании, например, клеили и яичный белок, и при изменении кислотно-щелочной среды раствора. Коагуляция играет важную роль во многих технологических процессах, а также атмосферных и геологических. При производстве сыров используют, например, процесс коагуляции молока. В процессе производства молока используют коагулянты ферментативного происхождения. Связь между гелями и золями отражает характерное свойство выпадения коллоидных частиц в осадок. Коагуляция может быть результатом взаимодействия различных факторов. Изменение температуры, увеличение концентрации, механическое воздействие, облучение, добавление электролита. Для гелей характерны явления синерезиса, то есть самопроизвольного выделения жидкости. Синерезис определяет сроки годности пищевых, медицинских и косметических гелей. Например, вы знаете такое заболевание гемофилия, заболевание несвертываемости крови. Биологический синерезис сопровождается, наоборот, свертываемостью крови. В некоторых случаях синерезис – великое благо. Благодаря биологическому синерезису мы наблюдаем такое явление, как свертывание крови, суть которого состоит в превращении растворимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин. Процесс свертывания крови – это сложный биологический процесс образования нити фибрина, которые образовывают тромбы, в результате чего кровь теряет текучесть, приобретая сыроподобную консистенцию. В нормальном состоянии кровь – легколетучая жидкость, которая имеет вязкость, близкую к вязкости воды. В крови содержатся растворимые фибриноген, протромбин и ионы кальция. Чаще всего с явлением синерезиса приходится бороться, поскольку именно оно определяет срок годности пищевых, косметических и медицинских гелей. При длительном хранении они выделяют жидкость и становятся непригодными к употреблению. Перед вами гели, которые находятся в природе. Как мы говорили, это тела медуз, хрящи, волосы, сухожилия. Можно смело сказать, что весь человек – это ходячий коллоид, а все органы и системы организма – дисперсные системы. Рассмотрим некоторые из них. Например, кровь. Это дисперсная система, в которой ферментные элементы – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты являются фазой, а плазма – дисперсионной средой. Кости – это коллаген, насыщенный кальцием и фосфором. Кожа, мышцы, ногти, волосы, кровеносные сосуды, легкие, весь желудочный тракт и многое другое, без чего немыслима сама жизнь, состоит из коллоидов, богатых белками соединительной ткани. На этом наше занятие заканчивается, и в качестве вашего довашнего задания вы должны заполнить данную таблицу, в которой указать вместо пропусков характерные дисперсные системы, дисперсионную среду и дисперсную фазу. Спасибо за внимание. До свидания.